Всем привет, ребят! Меня зовут Марго, добро пожаловать на мой канал Just Skating Girl. Сегодня в этом видео мы с вами вместе посмеемся с тех неловких ситуаций, которые происходили у меня на тренировках, а их, поверьте, было очень много и все они были очень забавными, поэтому, если вам интересно, мы начинаем. Чего бы начать? Это были летние сборы по фигурному катанию. Они проходили у нас в городе на нашем катке, но туда приехали всякие там разные тренера из других городов. У нас был мастер-класс по тулупу, то есть как его правильно делать, какие там интересные упражнения для того, чтобы его там улучшить и так далее. Все мои тренировочные лосины, у них вот как бы сзади был такой очень большой плотный шовчик, чтобы они как бы не порвались. Тут у меня одни порвались на колени, и мне нужно срочно были новые, поэтому мы купили новые, и там вот как бы этот шовчик был обычный, то есть как иголочкой зашить. И, значит, я самая шустрая из всех наших девочек, и тренер мне тогда еще сказал, не спеши, не спешите, делайте все медленно, аккуратно, мы пробуем. А я же думаю, ну если медленно и аккуратно, то ничего не получится, понятное дело. А если сразу быстро попробовать, как там олимпийские чемпионы прыгают, то сразу все выйдет. Угу, мне плохо. Прыгаю тулуп, естественно, падаю. Думаю, ай, ничего страшного, ладно. Встаю, мы начинаем делать перебежку вперед по кругу, вот по маленькому. И мне девочка, которая едет сзади меня, говорит, у тебя там на штанах дырочка. А я думаю, ну где дырочка? Наверное, там где-то опять, где-то вот там под колено. А потом вторая девочка за ней начинает смеяться. И я понимаю, что это была вот такая вот дырочка прямо на том шовчике. Я же, естественно, проверяю, думаю, блин. И понимаю, что у меня порвались штаны, все приезжают какие-то там загородные тренера суперкрутые. И ты такой как бы... Я это заметила и поехала вот как бы задним ходом туда вот как бы на резину. Там, где мы переодеваемся, потому что, ну я думаю, там никого нет, этого никто не увидит. А если я повернусь, то увидят все девочки, увидит тренер. Смотрю, что сзади на резине сидят чьи-то мамочки. Поворачиваюсь и вот как бы берусь за бортик. Ты понимаешь, что эту дырочку, блин, видел весь каток. Это было утреннее время тренировки. Каток у нас находится в торговом центре. И там было очень мало людей. И никто этого, слава богу, из людей не увидел. Но зато эту историю потом помнил весь каток. Этот тренер потом меня постоянно подкалывал, что ты не спеши. Я просто потом пошла на резину, переоделась. Точнее, сверху одела просто джинсы. Слава богу, что я всегда сверху одеваю еще какую-то одежду. То есть потом снимаю лосины. У меня всегда есть переодевачка. Я не хожу в том, в чем тренируюсь и в жизни. С этого я на этой тренировке была самой медленной. Вот такая вот забавная история того, как я порвала свои штаны на тренировке. Спасибо вам большое еще раз за ваши подписки, за ваши лайки. Я вас очень сильно люблю. Ну и встретимся с вами в следующем видео. С вами была я, Марго. Всем пока. Всем до новых встреч. За вас.